Многочасовые догонялки и скакалки в детстве, дальние походы и поездки в молодости и, наконец, тихие размеренные прогулки в старости. Человеку свойственно двигаться всю его жизнь. Но на пути немало преград, которые могут обездвижить вас в один миг. Некроз кости – одна из них. По статистике, это коварное заболевание диагностируют на очень поздних стадиях. И единственный способ поставить пациента на ноги – операция. Как правило, очень сложная и для хирурга, и для самого пациента. Ученые КФУ совместно с врачами РКБ нашли способ, как упростить подобные операции и в то же время повысить их эффективность. Лечение заключается в рассекании кости и ротации пораженного участка, так с целью выведения из-под нагрузки пораженной области. Соответственно, актуальная задача возникает с точки механики – это в допустимости угла ротации. То есть, насколько можем поворачивать, чтобы нам не сделать хуже пациенту. И помимо этого, занимались разработкой вот этого датчика, который позволяет при проведении оперативного вмешательства нам контролировать и оценивать угол ротации, который происходит. В активе молодых ученых-механиков КФУ также сотрудничество с Федеральным Центром травматологии, ортопедии и эндопротезирования. Специально для Центра на кафедре теоретической механики разработали модель тотального протезирования тазобедренных суставов. Перед учеными стояла задача рассчитать варианты протезирования и вычислить допустимую нагрузку на замененный сустав. Мы экспериментально и численно исследовали при какой степени дисплазии, то есть при каком проценте открытой вот этой свободной поверхности у эндопротеза и при каком весе, точнее при каких внешних нагрузках, все-таки в первую очередь это вес пациента, мы можем использовать первый простой вариант, когда просто чашка устанавливается в натяг. Второй момент, когда нам необходимо все-таки дополнительная фиксация винтом, ну и третья задача, соответственно, когда нас первые два случая не спасает, и мы уже вынуждены делать какую-то остеопластику. Кроме совместных проектов с практиками, ученые кафедры механики активно сотрудничают с Институтом фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального. В настоящий момент в разработке группы находится проект, посвященный зависимости структуры и свойств костной ткани от различных внешних факторов. Александр Александров, Руслан Урозаев, Универньюс.